Здравствуйте! В эфире выпуск новостей в студии Ирина Минаева. В Измаиле труп 23-летнего парня соседи обнаружили в закрытой квартире по запаху. Обеспокоенные трупным запахом соседи обратились в городскую службу реагирования. Прибывшие на место спасатели вскрыли дверь и обнаружили труп парня. Правоохранители выясняют дату и причину смерти молодого человека. Личность устанавливается путем опроса соседей. В Ананимском районе спасатели извлекли мужчину, оказавшегося под обвалами песчаного карьера. ЧП произошло возле села Третий участок. 43-летний мужчина добывал песок в стихийном карьере. Во время работ случился обвал, и рабочий оказался под завалами. Очевидцы вызвали спасателей, которые извлекли копателя без ущерба для его здоровья. Масштабный пожар произошел на окраине села Фонтанка возле ТЦ Ривьера. Огонь едва ли не перекинулся на жилые дома. Пострадавших нет. По сообщению спасателей, произошло возгорание сухой травы. Плотная дымовая завеса парализовала движение транспорта по трассе Южная. Пожар удалось оперативно ликвидировать. Огонь не перешел в частный сектор. По данным региональной службы спасения, за сутки сотрудники ГСЧС выезжали на ликвидацию пожаров различного характера свыше 30 раз. Детские улыбки, счастье в глазах родителей и учителей. 1 сентября в некоторых школах города прозвенел традиционный первый звонок. В Одесской гимназии номер 9 также решили не отклоняться от традиции, начинать учебный процесс в первый день осени. Правда, сам учебный процесс стартует лишь в понедельник, а 1 сентября в гимназии шумный и яркий праздник. Более 20 лет это учебное заведение Киевского района носило статус гимназии номер 9, принимая в свои стены детей постарше. Однако с нынешнего сентября здесь введена еще одна ступень обучения – начальная школа. Около сотни малышей впервые переступили здешний порог. Я зараз смотрю на знания и на компьютер не в мене. Я в интернете, как своя, буквально не сдеваюсь мое поколение. Я пришел учить известно, адже вырежу давно. Стану классным футболистом, абозирхую кино. Когда действительно мы будем называться лицеем, это будет означать, что у нас будет начальная школа, гимназия с 5 по 9 класс и лицеем с 10 по 12 класс. Это согласно новому закону об образовании. За последние три года в гимназии стало в полтора раза больше ребят. Сегодня здесь 1012 учеников. В этом году сформировано два класса с углубленным изучением математики и три класса с углубленным изучением иностранных языков. А первопроходцы проекта «Новая украинская школа» делятся своими яркими впечатлениями от 1 сентября. Расскажи, что тебе здесь больше всего нравится? Воздушные шарики. А еще? То, что здесь лего. И то, что здесь красивенько. Ты хочешь ходить в школу? Да. Почему? Потому что мне интересны все эти уроки. Тут много друзей, потому что тут богатого можно учиться. В этот день школьный двор полон не только ребятни, но и взрослых, которые не сдерживают волнения и эмоций. Когда шла сюда, вроде была спокойна, а потом начали как-то слезы появляться. Никогда за собой такого не замечала. И знаете, как на свадьбе. Вот смотришь, что я, детки, все еще красивые. Но наша, наикращая. И так вот выглядываешь там ее, конечно, не видно из-за множества родителей. Но такое ощущение вот какое-то, ну как будто ты идешь в школу. Мне очень приятно сегодня находиться на этом урочистом заходе, потому что мой сын сегодня пришел до 8 класса. И я сегодня с такой радостью присутствую на этой линейке, потому что и вижу облищи, особенно першачки, которые впервые пришли до этой чудовой, чудовой гимназии. И я уверена, что они отримают чудовые, чудовые знания. На торжественной школьной линейке есть и почетные гости. Приглашен на первый звонок в гимназию и давний друг этого учебного заведения – депутат от Киевского района Дмитрий Танцюра. С Дмитрием Николаевичем мы давно дружим. Он интересуется нашим учебным заведением не только как депутат, а и в учебном процессе, в неурочной деятельности, поддерживает участие наших детей в различных конкурсах. Депутат много лет заинтересованно и планомерно курирует учебные заведения в своем районе. И в этот день с готовностью откликнулся на приглашение гимназии. Дорогие ребята, дорогие родители, всех поздравляю с началом учебного сезона. Особенно хочу обратиться к первоклассникам. Вы попали в прекрасную, наверное, одну из самых лучших школ города Одессы, в школу с своими традициями. Я очень хочу, чтобы все идеи, которые придут вам в голову в стенах этой школы, вы смогли реализовать в своей жизни. Старшеклассники, а вы постарайтесь сделать так, чтобы маленькие чувствовали себя как дома. А мы со своей стороны постараемся сделать так, чтобы в следующем году в этих стенах не было тесно вам всем. С праздником вас! После торжественной линейки 90 мальчишек и девчонок впервые зашли в стены учебного заведения, которое теперь на протяжении 12 лет будет им вторым домом. По словам гостей гимназии, за качество получаемых знаний несут ответственность педагоги и сами ученики. Но благоустроенность и безопасность школьников полностью ложится на плечи взрослых. И в Киевском районе, и по Одессе в целом в последние годы этим аспектам уделяется первоочередное внимание. Много сделано уже, еще больше запланировано на ближайшее время. Депутат уверен, процесс обучения должен быть удобным и комфортным. Школьные годы – это прекрасный мир, в котором всегда есть место новым знаниям, друзьям, впечатлениям, эмоциям. У кого-то сегодня начинается школьная жизнь, у кого-то она уже подходит к финишной прямой. Я желаю всем ребятам, чтобы знания, полученные в школе, они могли благополучно реализовать по жизни. А преподавателям желаю талантливых учеников и множества возможностей для реализации их планов. В общеобразовательной школе НИКОМ также прозвенел первый звонок в эту субботу, 1 сентября. Сегодня для первоклашек проведут сокращенный урок знакомства со школой и одноклассниками, а уже в понедельник дети приступят к настоящим занятиям. Урок начинается с добрых, душевных на путстве первоклашкам. Это ангелочки, ну я так подумала, я думаю, чтобы у детей запомнилось что-то теплое, светлое и очень такое доброе. Вот эти ангелочки, это ангелочки добра, любви и счастья, чтобы дети всегда помнили. Если они кому-то делают больно или неприятно, то чтобы они понимали, что оно ранит в сердце и в душу. Поэтому это такие ангелочки душевные. Для людей, избравших профессию учителя, 1 сентября – особый день в календаре. Ведь в школе у педагогов проходит большая часть жизни. 1 сентября – это всегда праздник. Вот в этом, наверное, огромная прелесть работы в школе и обучения в школе. Потому что даже вот в институте 1 сентября уже не такой большой праздник, и нет вот этого ощущения какой-то радости, солнечности, счастья. Я люблю свою работу, поэтому это праздник. Как бы то ни было, дети не очень, наверное, любят, но мы учителя ждем с нетерпением 1 сентября. Увидеть их повзрослевшими, красивыми, улыбчивыми, веселыми. Ну и, конечно, начало знаний, начало нового учебного года – это какой-то новый этап в жизни. Сегодня 41 сентября – день, когда я войду к детям, когда я войду в школу. 1 сентября – это для меня начало нового витка в жизни. Да это вся моя жизнь. Вся моя жизнь – это школьные годы. В этот день педагоги напутствовали и своих воспитанников, и их родителей. Дорогие родители, будьте терпеливы. И на первом месте всегда будет любовь к ребенку. Какую бы оценку он ни принес, какая бы неудача его ни подстерегла. Дорогие дети, старайтесь. Школы без труда не может быть. Не бывает образования без напряжения. Нет на свете легкой учебы. Учеба всегда труд. Готовьтесь, родные. Я хочу в этот день пожелать родителям терпения, потому что всегда это трудно и тяжело. Ну и побольше внимания детям уделять. Ну не очень, скажем так, злиться на них, понимать. Их дети у нас сейчас разные, дети сложные, нам кажется. Но на самом деле они просто другие, не такие, как мы. Так вот, понимать детей, а деткам, ну, желаю сил, терпения и удачи в этом новом учебном году. Во-первых, здоровья деткам. Чем меньше они болеют, тем всегда легче родителям и учителям тоже. Радости, взаимоподдержки. Пусть они учат нас, мы будем учить их. Потому что не только учителя учат детей. Дети тоже многому учат учителей. И это все очень взаимно. Когда есть вот такое взаимное обогащение, то, ну, наверное, школа будет процветать, и все мы будем получать радость от общения. Родителям терпения, понимания, поддержки. Потому что очень важно, чтобы учитель, ребенок и родитель были в одном едином целом. Если это содружество есть, то в первую очередь выигрывает ребенок. Потому что у него тогда результаты будут самые лучшие. И в школу он всегда будет идти с радостью и желанием. Правда, и ученикам есть что пожелать своим наставникам. На мой взгляд, первое качество, самое важное, которое должен обладать учитель, это найти общий язык с учениками. И второе качество – это уметь объяснить то, что непонятно ученику. Учитель, прежде всего, должен быть разговорчивым с учениками. Это, я думаю, самое главное. Ребята рассказали, как провести лето и чего ожидают от нового учебного года. Как больше впитать знаний, чтобы максимально успешно сдать ЗНО, поступить в престижный вуз и как бы получить себе нормальное будущее. Я поступаю за границей, и я уже учу тот язык, который непосредственно нужен для поступления. Я начал готовиться непосредственно к ЗНО, по математике, английскому и украинскому. Я скучал за знаниями, сильно скучал, потому что все-таки летом слишком много свободного времени. Немного скучал по друзьям, по школе немного. Много препятствий. Еще больше уроков, намного сложнее становится учиться, математика, русский и так далее. Математика любил. Я всегда там отличником был. В этом учебном году много внимания в столичных кабинетах и школьных учительских среди родителей и детей приковано к новой образовательной реформе. Но педагоги надеются, что реформа упростит процесс обучения и даст школьникам больше свободного времени. Конечно, мы все ждем улучшений. Нам всем хочется, чтобы детям было полегче, чтобы знания они получали крепче. Но, может быть, меньше уставали. На этом, мне кажется, тоже направлена реформа на то, чтобы как-то разгрузить детей. Но в этом году только первый класс будет по новой программе. Я надеюсь, что все пройдет удачно. Все ждут, конечно, того, что учиться станет легче, что станет учиться детям более радостно, что они не будут бояться сложных домашних заданий. Потому что, конечно, деткам дома, одним, без помощи взрослых, справиться с домашними заданиями сложновато. Если этот вопрос будет решен в пользу детей, то, конечно, им и нам будет легче, будет радостнее идти в школу. Ну, наверное, вот этого мы ждем, чтобы все шли в школу с радостью. В Нике М за время существования, пусть и недолгого, сложились свои традиции. Есть они и в общении выпускников со своими педагогами. Каждый год обязательно встреча выпускников проходит. Обязательно встречаюсь со всеми выпускниками. И в связи с тем, что сейчас очень популярны социальные сети, помимо этого мы переписываемся, перезваниваемся. Раз в год, как минимум. Это официально. А сколько раз мы друг другу пишем в социальных сетях, сколько раз мы друг другу звоним, обсудить насущные проблемы или пожаловаться на жизнь, это я даже считать не могу. По мнению наших собеседниц, именно такое тесное регулярное общение за пределами школы и есть самое наглядное доказательство того, что здесь все вопросы решаются в пользу детей и их будущего. Целый арсенал оружия выявили правоохранители у жителей Любашевского района. Во время проведения профилактической отработки сотрудники Подольского отделения полиции совместно с региональными сотрудниками СБУ произвели ряд обысков в домах нескольких жителей Любашевского района. В ходе проверок обнаружили две винтовки, пулемет, пистолет Марголина, запчасти для оружия и более 200 патронов. Арсенал изъят и направлен на экспертизу. Правонарушителям грозит лишение свободы от 3 до 7 лет. Задержан гражданин Молдовы, который в носках и чемодане переправлял препарат для омоложения. Камевояжор-нарушитель пересекал границу на въезд в Украину через пункт пропуска Виноградовка. Он направлялся в Одессу пассажиром в одну из машин. Во время пограничного контроля инспектор Белгороднестровского отряда обнаружил, что данные мужчины есть в базе Госпогранслужбы о дополнительных проверочных мероприятиях. Оперативники были заблаговременно оповещены о возможной контрабанде. В результате углубленной проверки вещей иностранца в чемодане были найдены флаконы медпрепарата «Диспорт». Такие же флаконы путешественник прятал в пачке из-под сигарет и в носках. Всего представители фискальной службы и пограничники обнаружили 46 единиц препарата для омоложения лица. Составлены процессуальные документы. Товар изъят до решения суда. В Одессе обокрали украинскую группу «Скай». Грабители вынесли из автобуса артистов музыкальные инструменты. В списке украденного синтезаторы, бас-гитара, акустическая гитара, барабанная установка. За возвращение музыкальной техники группа в социальной сети Facebook объявила вознаграждение 2000 долларов. Обратились ли артисты в полицию, пока не сообщается. Ну а Одесса готовится не только к новому учебному году, а и к 224-му дню рождения. Во всех районах города в эту субботу уже проходят праздничные концерты, ярмарки, конкурсы в честь предстоящей годовщины основания солнечной жемчужины у моря. Наши корреспонденты побывали на праздники в Киевском районе Одессы. Смешные аниматоры, веселые игры, танцы и песни об Одессе. Еще свободные от домашних заданий мальчишки и девчонки заполнили площадь у фонтана, позволяя себя увлечь в задорные игры. Моя сестра в четвертом классе и нас пригласили. Дети могут спокойно повеселиться, а мы с подругой встретимся и поговорим. Мне понравились очень красочные, очень красивые номера. И очень весело было с троллями, зажигать под музыку. Мне понравилось, потому что здесь очень весело. Для детей это хорошая обстановка, чтобы развеселиться перед учебным годом. Много разных выступлений, это пираты, тролли. Девочка очень красиво спела, мне очень понравилось про весь мир. Поэтому сегодня хороший день и мне нравится, что здесь устраивают такие мероприятия. Для Киевского района подобные праздники уже традиция. На площади у фонтана собираются целые семьи. Первое сентября у нас всегда накануне дня города, накануне дня рождения нашей любимой Одессы. Поэтому мы традиционно здесь, на центральной улице района, на Глушко, как говорим всегда, на Глушко возле фонтана. У нас встреча, детки веселятся, танцуют, развлекаются. Пришли многие с родителями. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ И столь же традиционно главные мероприятия здесь проходят при поддержке депутата от Киевского района Дмитрия Танцюры. Сегодня депутат также среди участников праздника. Прекрасная и талантливая, неповторимая, фееричная, вечно юная и не по годам мудрая – это наша Одесса. С праздником тебя! С днём рождения, Одесса! С днём рождения, Одесситы! Желаю процветания, мирного неба над головой, счастья. А мы, Одесситы, всё это исполним. Уже в воскресенье 2 сентября наша Одесса будет в 224-й раз именинницей. Каждый день рождения города – это праздник для его жителей. И каждый настоящий одессит с готовностью отдаёт любимому городу и частичку своей души, и плоды своего труда. Во имя процветания вечно юной красавицы Одессы. А в городском саду с праздничной программой разместился духовой оркестр в честь дня рождения любимого города. Муниципальный духовой оркестр имени Салика в ротонде горсада дал концерт «Одесса. Жемчужина у моря». На праздничном концерте, посвящённом Дню города, в исполнении муниципального духового оркестра звучали как знакомые одесские мелодии, так и музыкальные произведения мирового уровня. Сегодня насладиться живой музыкой могли не только одесситы, но и многочисленные иностранные гости, которые приехали в наш город специально по случаю его дня рождения. Приехали в город Одессу послы. Вот группа из них уже проходит сейчас по нашему городскому саду. В этом году на празднование Дня города более чем 50 иностранных делегаций из 50 стран. То, конечно, это тоже очень большая ответственность. Нам очень хочется, чтобы город им понравился, чтобы они увидели, как мы живём. Но больше всего встречи с оркестром обрадовались завсегдаты и горсада одесситы, которые не пропускают ни одного выступления музыкантов не только с целью послушать, но и потанцевать от души. Для многих из этих людей горсад и место встреч и клуб по интересам. Не то слово. Я в молодости не танцевала, что занята была семья, дети, всё. Я сейчас отдыхаю. Для меня это всё. Я бегу сюда. Для нас дважды праздник. Оркестр играет и в воскресенье Одессы. Ну а как же? Так мы же не только, мы каждую субботу и воскресенье здесь танцуем. Начиная с апреля по ноябрь. Увлекает здешняя атмосфера и гостей. Я просто балдею. Сам когда-то играл в оркестре. Я из Харькова. Мне очень нравится. Жену и дочь специально сюда, ближе к этой площадке, привёл, чтобы послушать. Мороз по коже. Очень нравится. Поздравляю всех одесситов с Днём города. Желаю всем здоровья, благополучия, мирного неба над землей. Всего самого хорошего. Муниципальному духовому оркестру имени Салика уже четверть века. И вот уже много лет, с апреля по ноябрь, оркестр выступает в городском саду, исполняя различные по форме и сложности произведения. От марша и вальса до симфоний. Ко дню рождения города в Одессе запланировано множество других праздничных мероприятий. От карнавального шествия участников фестиваля уличных театров до традиционного гала-концерта на Потёмкинской лестнице и фейерверка. Также в подарок имениннице в Зелёном театре под открытым небом артистам узкомедии дадут легендарную оперету «Белая акация». Торжественно откроется арт-зона Греческого парка. Пополнится новыми именами «Аллея звёзд», пройдёт вернисаж прикладных искусств и многое другое. А во дворике Утёсова в этом году откроется скульптура «Молодой Утёсов». И состоится предпремьерный показ фильма «Одесса. Утёсова-14», посвящённый нашему городу. В Одессе прошёл 19-й всеукраинский конкурс «Украинская мова-мова-еднанья». Основная цель форума – популяризация украинского языка, литературы, творчества народных писателей. Ежегодно конкурс проводится под девизом «Ридны слова, ридны разум, ридны и правда Буды» из наследия Пантелеймона Кулеша. Среди участников состязания – журналисты, писатели, студенты. Но присоединиться к конкурсу может любой желающий. Коих, по словам организаторов, с каждым годом становится всё больше. Победитель будет не один, а целых восемь по количеству номинаций. Многие из участников нынешнего конкурса – не новички. По их признанию, это не просто шанс выиграть, но и возможность получить бесценный опыт публичного выступления, а также общение с единомышленниками. Беру участь уже в четверте. Конкурс мне очень нравится тем, что очень много номинаций, очень много участников. И когда ты приезжаешь уже на заключенный этап, то ты можешь поспілкуваться с такими різными, с такими интересными людьми, почути очень много думок. К выбору темы конкурса участники подходили очень серьёзно. Я писала статтю про жінок на войне, потому что и человекам навіть важко, а жінкам взагалі важко, адже жінка вона не народжена для такого, вона народжена для радости, для виховання дітей, ну не для війни, не для горя. Жінки, вони завжди поряд зі своїми чоловіками. І коли чоловіки боюють, то жінки десь поряд, вони або надають медичну допомогу, або психологічно підтримують. Тому тільки так. Головна робота моїх останніх років, була представлена конкурс, це «Двохтомник хронології мужності». Вона, це книга про майже 100 чоловік наших патріотів, які захинули на сході України, херсонців, міста Херсона. Знаєте, це дуже була серйозна робота. Багато батьків загиблих хлопців розповідають, що хлопці йшли, вони з міста, в основному вони йшли з російською мовою, а потім почали на ротацію приїздити, і вони вже говорили українською мовою. Представлені на конкурси роботи, зв'язані з більш далекою історією. Я участвую вже четвертий год в цьому конкурсі, і, слава Богу, кожен год лауреат. Зараз у нас в номінації «Оберегаю род». Тобто у мене є публікації о славянах, мені дуже подобається ця тема, історичні публікації, як правильно празднувалися праздники, як їх зараз стоит правильно праздновати. І за цю публікацію, за цей глубокий празд, сьогодні у мене буде достойно лауреата. Організатори отмечають, що ще один пункт нынешнього конкурса – відкриття виставки «Образ Тараса Шевченка в вишиванках». Літературному музею «Образ Тараса Шевченка в вишивках» – це робота полтавських колег. 74 роботи, це 78 вишивальщиць з України, які зробили цей такий подарунок. Я думаю, що цей проєкт заслуговує на увагу влади нашої, і він потрапить до реєстру мових рекордів України. Це пані Катерина Калиніченка приїхала. При цьому, які участники нынешнього конкурса «Украинська мова Мова Еднання» вже вибрали тему, яку планирують представити на следующій встречі. В цьому году я вже хочу представити нову роботу. В рамках 19-го всеукраинського конкурса «Украинська мова Мова Еднання» проходит ще кінофестиваль «Кинологас». В цьому году я хочу представити короткометражку, в которой буду сниматися, і представити її вже на кінофестиваль. Це вся інформація к цьому часу. Спасибо за внимание. Випуск продолжит прогноз погоди. А я с вами прощаюсь. Желаю хороших новостей и всего доброго.